всем доброго времени суток ну вот я конечно извиняюсь что я не снимала свою поездку но я честно говоря посмотрела свое предыдущее видео с прошлого года как я ездила и я решила что ничего сильно не изменится так в принципе и была моя поездка но покажу вам конечно что я привезла с собой есть конечно орхидеи мои здесь которые я возила на наш сбор ну и конечно новенькие красавицы ну и начну я наверное вот с этой вот красотки так она мне понравилась такая яркая красивые очень цветы такие желтенькие в крапушку ну в общем я решила что мне это нужно вот такое вот название я честно говоря еще ничего не рассматривала так вот что нравилось по форме цветов по названиям я брала ну и красотка на мой взгляд очень красивая красивая форма правильная цветка и вот прям вот точно так же передает цвет у нас сейчас половина четвертого дня и еще присутствует какой-то у аромат но уже конечно не такой яркий я думаю что утром она будет намного лучше пахнуть ну и это мои давние хотелки я приобрела две формы red это конечно я влюбилась когда я увидела у петра на канале влюбилась еще больше когда у него эти соцветия по два по три цветоноса ну и вот такой вот мне удалось купить экземпляр скажу сразу цены были очень приемливые и я ну в общем погуляла купила себе немножечко хотелок и это вот белая форма если я правильно да да white белая форма и здесь целых три цветоноса у нее она конечно немножечко побольше ну цену цена это я купила за 50 это за 40 долларов ну в общем вот такие вот повезло ну и что здесь еще из новенького это мой сатан он продолжает цвести и пахнуть и оставлю его в свою рабочую швейную комнату днем и аромат просто невероятный целый день конфетная фабрика обалденный такие они более темные стали ну ну просто шикарные я вам скажу вот обалденный просто аромат невозможно передать так ну и что из новенького это я договорилась обменяться когда-то увидели у меня одну котлею и захотели от нее кусочек ну и вот я обменялась это котлея давиана я честно говоря думала что мне принесут заднюю какую-то часть ну принесли вот такое вот растение и на этом спасибо как говорится ну надеюсь что мне все таки принесут и заднюю часть однажды это еще продолжает цветение дендробиум гламиратум который я возила с собой очень красивые цветочков кстати бывает от 3 до 10 такие вот грозди могут быть да такие гирлянды по 10 цветочков было бы красиво так ну это вот но еще что из моего еще старенького это первый раз тоже для меня зацвела котлея персива лиана первый раз очень яркая губа но мне всегда было очень интересно как же это пахнет она потому что все описывают что каким-то маслом но она действительно пахнет маслом яркая очень губа мне кажется немножечко цветы уже начали увядать ну и жарко сегодня очень жаркий день был кстати ночь у нас очень холодные под утро опускается до 6 градусов ну холодная могу с хочу сказать холодно холодно ну в общем да вот такое вот первое цветение для этого растения цветочек небольшой и ушки конечно сложенные не сильно расправленный цветок первый раз для меня она цветет посмотрим что будет следующий раз это тоже мой веночек еще продолжает цветение красиво конечно очень красиво смотрится изабелла изабелла изабелия получила ну не знаю на мой взгляд это очень красиво такие милые цветочки зарастет когда будет очень-очень здорово мне кажется ну конечно у нас у всех разные вкусы ну как по мне это красиво ну и тут вот собрались еще вот такая вот малышня это я кстати а вот я взяла две одинаковые ну я надеюсь что они может быть зацветут не одинаково потому что всегда потому что всегда различается в общем это котлея лутиола на котлею давиану вот такие вот два маленьких растения ну лутиола гниатюрная надеюсь что долго не придется ждать это кстати малышка мне ее подарили и и честно говоря я даже не знаю что это такое будет лоелия спп посмотрим ну вот такая вот мелочь вот я люблю лелий лоелей я люблю называть лоелей обычно говорят лелеи это маленький диндробиум пиндулум дарк темная форма ну в общем вот такой вот вот такой вот малыш и что еще нашла я какую такую вот редкость у нас это редкость не знаю как как везде лелия лоелия криспа очень красивая на мой взгляд орхидея и очень редкая можно ее ну как бы я редко ее и в коллекциях встречала и и честно говоря не видела ее никогда в живую цветение ну вот такое вот такой вот экземплярчик посып посыпалась конечно все посыпалась когда и везла и складывали мы в общем рассыпалась немножко ну а это маленькая ванда фалката написано purple фэнтези трост трост это их фамилия роб трост ну и он в честь себя наверное смотрю уже не одну орхидею я видела с таким названием трост конечно он занимается и гибридизацией и скрещиванием и выводит наверное что-то новенькое чтобы осталось после него он кстати выращивает орхидеи с очень маленького возраста его папа его дедушка ну в общем поколение орхидеистов любителей ну и это я каланта вестита купила это он мне отломал вот это вот верхняя часть была здесь он говорит поломай ее вот так вот и положи ну в общем я ее поломала и положила вернее он мне поломал я говорю ну ломай как должно быть и вот такая вот такие вот цветочки ну и напоследок я не напоследок ну вернее напоследок что я купила я всегда мне было интересно котлея люда маниана потому что я люда ну и мне как-то созвучно хотелось собрать котлея люди маниану разные формы и как-то мне вечно не доводилось то какие-то очень маленькие экземпляры то еще что-то ну и вот так вот в общем я начала свою коллекцию люда маниан и это вариация альба пообещали мне еще другие формы и вот здесь вот она уже даже и цвела это с чехлом ну посмотрим и вот это вот моя последнее новое приобретение котлея харисониана она очень похожа на ладигизиай но мне кажется у нее форма немножечко покрасивее вот сколько у меня не было ладигизиай они какой-то такой вот ну не знаю ну такая вот форма не очень мне нравится поэтому я решила попробовать харисониай и что меня еще заинтересовало что у него такие вот розовые кончики были там с белыми и было так вот в две стороны ответвление ну как бы больше кустик был двойной чуть ли ну я решила что я не буду заглядываться на что-то такое вот большое ну в принципе размер был точно такой же просто в две стороны росли ну там были белые кончики ну я решила что мне нужно розовые надеюсь что цветок будет очень красивого цвета и красивой формы в общем вот такие вот у меня покупочки будем всех расставлять по местам ну вот все встали на свои места всех по домикам и вот продолжает еще кстати цвести моя красотка анцепс я ее честно говоря поделила отделила часть они от нее которая цвела обыкновенно и ну уже наверное с неделю и вот она продолжает цвести да кстати там были кусочки просто от другого растения я так даже не знаю или она сама делилась или так мне ее отдали вот так вот такие вот темные цветы дидрокалом от целогины сейчас очень темные цветы ну и долго держится это моя любимка новая ну и на заднем плане вот так вот все стали на свое место и что из новенького что я не показала это кстати вот это котлея и вот это это вот первый раз расцвели помните когда-то мне по наследству передавались отдали мне несчастные котлеи за которыми я ну очень много лет уже ухаживала наверное и вот первый раз они без названий были но я нашла название для этой очень темные цветы но они не такие крупные как у вот этого экземпляра это конечно ну вот по сравнению с моей рукой обалденные огромные цветы просто огромные и вот она с двух сторон вот так вот она в две стороны пошла расти и вот здесь вот огроменный цветок вот этот вот первый здесь кстати было два один не выдержал бутон и он отломался я не вовремя его подвязала вот он вот здесь вот бедненький несчастненький ну тоже он открылся и кстати я не знаю название может быть кто-то подскажет буду благодарна очень такая рюшистая губа красивая красивый такой ушастик ну и что из новенького еще я не помню показывала я мою хороелку ретракала маленькая здесь бульбофилум я когда-то его называла хор мальчиков зайчиков ну вот не знаю так вот напоминали мне эти цветочки и вот так вот он темная форма этот бульбофилум он не из вонючих поэтому ну и так вот он растет в такой вот невысокой тарелочке ну а это мой красавец литл мэрмейд уже два цветочка скинул и вот три еще держит слушайте долго конечно цветут очень долго это моя новенькая это помните у меня была огромный куст и чего-то он как-то ну в общем я решила обновить обновить потому что разделила я огромный куст получилось у меня очень много деленок ну и вот одна из них цветет я конечно не ожидала что она будет цвести и такие конечно листочки остальные кусочки повыдавали новые ростики этот вот решил почему-то процвести вот это название я вот такую вот часть решила оставить себе что это тут ну господи надо обработать надо обработать давно я не обрабатывала я обычно white oil обрабатываю у меня не заводится ничего но сейчас мало поливаю потому что холодно по ночам и начинают заводиться всякая гадость потому что нужно нужно обрабатывать ну и вот такие вот части у меня большое было растение еще раз повторюсь и вот маленькие даже честно говоря ну вот я не ожидала допустим что вот эта часть там что-то уже наверное отвалилась и вот даже вот она что-то там выдала поэтому понемножку понемножку конечно они ну растут ну посмотрим все повыдавали тут вот два новых ростика там вот смотрю новый ростик наверное уже месяца полтора двого я назад разделила их начала делить а свои котлеи начала я немножечко их омолаживать ну вот показала свои покупочки рассказала похвасталась этот цветет еще кстати красотка манериара ну все буду на этом с вами прощаться всем пышного цветения ваших орхидей всем пока пока не знаю пока не знаю пока не знаю